Ваше Преосвященство 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 В жизни наших детей перед нами сегодня стоит задача сохранения культурного и исторического наследия наших предков, от святого Владимира до наших дедов и отцов. Решение этой задачи – тяжелый духовный и нравственный труд, а начинается он с изучения этого культурного наследия, с поиска и узнавания себя в нем. Без этой самоидентификации мы не можем назвать себя ни детьми князя Владимира, ни даже наследниками тех, кто освобождал в ноябре 43-го Киев, а в мае 45-го брал Берлин. В заглаве сегодняшних чтений вынесена следующая последовательность ценностей – культура, общество, личность. Обращаясь к примеру святого рано-апостольного князя Владимира, перед мощами которого несколько последних дней мы здесь, в нашей области, и особенно в Екатеринбурге, имели счастье возносить свои молитвы, мне бы хотелось отметить, как эти ценности раскрываются в обратном порядке – личность, общество, культура. Над какими бы крупными и глобальными процессами мы не размышляли, когда дело касается не бездушных химических реакций и физических явлений, а человека разумного, мы заметим, как важна роль отдельной личности, как иногда выбор одного человека изменяет историю всего человечества. Лишь одно согласие с волей Божией скромной израильской девы изменило всю человеческую историю и превратило ее в пресвятую владычицу, деву Богородицу, и благовещением открыло совершенно новую чистую страницу истории всего человечества. Так в свое время выбор одного из, честно скажем, не самого могущественного исправителя мира, князя Владимира, определил будущее не только его княжества, а стал центром кристаллизации величайшей империи, особенность которой была в том, что собиралась она не страхом тирании и кровавыми войнами, а силой духовного единства, не жаждой материального блага, нажитого за чужой счет, а мечтой о святости. Собираемая на новом идеологическом фундаменте общества духовных потомков князя Владимира рождала самобытную уникальную культуру, в которой, помимо своего, удивительным образом вбирала и сплавляла без уничтожения и Восток, и Запад. Православная культура русского мира уникальна. Без прочувственного понимания ее мессианской исключительности невозможно понять ни один из ее пластов. Наша культура лишена задачи развлечь или отвлечь. По известным словам Евгения Александровича Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт, в ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет. Вот эта неуютность пророка, который должен глаголом «жечь сердца людей», была присуща всегда нашим великим классикам. Беспокойность нашей культуры рождена исконным стремлением не к установлению уютного мирка здесь, на земле, но поиском горнего, небесного, вечного. Наша культура будет непонята, не усвоена, а потому естественным образом не исчезнет, если мы забудем ее движущую силу, так по-русски звучащие христовые слова. Не хлебом единым будет жить человек на всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. Поэтому вопрос усвоения нашими детьми русской православной культуры – это не вопрос общего развития или практической целесообразности. Это вопрос жизни и смерти, вопрос будущности русской цивилизации. Потому что голый патриотизм, утративший высшие духовные смыслы, слишком легко вырождаются в нацизм, а толерантная, прилизанная светкость, избегающая ставить и решать мировоззренческие вопросы, на глазах превращается в религиозный фанатизм. Невежество в вопросах собственной духовной идентичности разрушает общество страшнее, чем бомбы террористов. Поэтому я буду сейчас говорить не о терроре, а буду сейчас говорить о терроре, который мы совершаем сами над собой, родители над своими детьми. Когда мы даем им знания, мы не даем образования, спрашиваем их о фактах, а не о смыслах. Вот немного печальной статистики. В 2015-2016 учебном году выбор основ православной культуры в рамках курса основ религиозных культур и светской этики в Свердловской области составил 14,56%. 6249 учащихся из 42909 учащихся четвертых классов. Если в 2009-2010 году этот выбор был 20% с небольшим, то есть 7222 учащихся, то в этом году 14,56%, то есть вот та цифра, которую я назвал. То есть за 7 лет с момента апробации нового курса произошло снижение на 6% в абсолютных цифрах, мы потеряли тысячу учащихся. Если кто-то из присутствующих мне скажет, что такова воля родителей, то позвольте мне не поверить. Если и воля родителей есть, то она есть в самую последнюю очередь. Прежде всего, это позиция главы муниципального образования, позиция руководителей образования районов, и уж только потом позиция директоров школ, и уж только потом позиция родителей. И мы с этим сталкиваемся за последние годы регулярно. За последние 25 лет, тем не менее, в сфере церковно-государственных отношений присутствует и конструктивный диалог, и успешное сотрудничество. Однако жизненно необходимо продолжать сложившееся церковно-государственное и церковно-общественное взаимодействие. Например, те успешные проекты в области образования и воспитания, которые уже есть, не должны остаться без должного внимания и развития, потому что они могут не достигнуть своих целей. Восстановление традиционного духовно-нравственного компонента обучения и воспитания детей в российской общеобразовательной школе, а не только в 4-х или 5-х классах. Это не просто дело церкви и государства. Это дело всего нашего народа, всего нашего общества, и прежде всего людей, занятых в сфере образования и педагогики. Церковь призывает представителей власти всех уровней, специалистов, ученых, педагогов, а также родительскую общественность и общественные организации активно участвовать в жизненно важном процессе и использовать свой потенциал для информирования сограждан о важности производимых перемен в области просвещения. Человеку с неравнодушным сердцем всегда хочется изменить мир вокруг себя, сделать его лучше, чище, добрее и справедливее. И Бог дал нам эту возможность и власть менять этот мир. И все наши возможности надо с особой силой использовать именно тогда, когда могут пострадать основы жизни, связанные с духовно-нравственными ценностями. На пути своего исторического развития российское общество не раз становилось и до ныне становится перед мировоззренческой дилеммой, с которой начинается наше восхождение к святости или скатывание к нечеловеческому образу жизни. Стоит ли сохранять верность теми идеалами и ценностям, принесенным на земли и восточных славян равноапостольным Владимиром, сберечь благословенное духовное единство наших народов, за которое так ратовал князь, или же поддаться соблазну свернуть с этого пути, сдать свой духовный суверенитет силами нового полюса, отказаться от своей национальной и культурной идентичности, лишь бы сохранить возможность удовлетворять свои материальные потребности. Надеюсь, что нашими общими усилиями грядущее поколение уральцев, создателей опорного края нашей державы, будут носителями своей духовной и культурной традиции. От этого и все наше российское общество будет иметь импульс к своему последующему развитию, которому нас обязывают теперь уже слишком неизвестные международные события. Хотел бы сердечно поблагодарить всех присутствующих за участие. Надеюсь, что наша нынешняя встреча поможет развитию диалога между Церковью, государственной властью, обществом и в координации совместных усилий на благо нашего уральского региона, а может быть даже и на благо всего нашего Отечества. Еще раз сердечная благодарность, особенно тем, кто приехал из дальних районов сюда, к нам в город. Надеюсь, что присутствие в этом замечательном здании и беседы, и выступления известных, и умных, и добрых людей в этом зале утешат нас и дадут нам больше такого здорового и твердого отношения к жизни, чем оно было тогда, когда мы сюда еще только входили. Помогай всем нам Бог! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ